Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу как установить наружный расширительный бачок на систему отопления в доме или квартире. Сейчас в основном расширительные бачки установлены в самом котле отопления. Они современные, хорошие, но не долговечные. Примерно через два года мой бачок проживел, мембрана перестала выполнять свою функцию и пришлось его выбросить. А покупать новый очень дорого. Для решения этой проблемы можно впаять в систему отопления дома вот такой выносной расширительный бачок. Объем его зависит от системы отопления. Чем больше система отопления и больше батарей, тем больше нужен расширительный бачок. У меня здесь 9 литров. Еще понадобится купить такое крепление, которое регулируется по вылету, понадобится такая американка и кусок пластиковой трубы в зависимости от того, какая система отопления у вас в доме. Затем необходимо взять такой тройник для пайки диаметром в соответствии с размерами ваших труб системы отопления. Определиться с местом положения будущего расширительного бачка, выбрать 3 сантиметра разрез и после этого будем его впаивать на свое место. Пластиковые трубы у меня с фольгой, теплоизолированные, поэтому еще понадобится такое приспособление, которым будем снимать фаску для пайки тройника. С помощью такого резака для труб, который обычно идет в наборе для пайки, вырезаем это расстояние 3 сантиметра. Будьте готовы, что побежит вода с трубы, поэтому приготовьте емкость подходящую. В трубах отопления моей системы есть внутри такая фольга, которую необходимо срезать, иначе труба не припаяется к тройнику. Берем этот инструмент и начинаем срезать наружный слой пластика и фольгу. Вот одна сторона трубы очищена от верхнего слоя, теперь приступим к удалению такого же слоя на другой стороне трубы. Вот работа по зачистке труб закончена. Если у вас нет такого прибора для зачистки труб, то необходимо взять обычный напильник и опиливать ее по кругу. Но это очень долго и хлопотно, поэтому желательно его купить или взять опрокат. Теперь вытираем трубу от пыли и грязи и приступим к пайке тройника. Музыка Здесь у меня место ограниченное, потому что эта труба не двигается, поэтому сначала я нагрею внутреннюю часть тройника немного дольше, чем обычно. А здесь диаметр 32 миллиметра, значит нужно 8 секунд. Я сделаю 10 секунд, а эту сторону будем греть меньше, для того чтобы общее время соединения было больше. Поэтому я ее буду греть около 5 секунд. Итак, начнем. Музыка Музыка И после остывания этого соединения будем припаивать крепление для бачка. Музыка И прикручиваем крепление к стене с помощью саморезов по дереву, так как стены у меня глиняные. Если стены у вас бетонные или кирпичные, то понадобится дюбель гвозди и делать для них отверстия. Музыка Перед установкой бачка на свое место необходимо проверить давление во внутреннем баллоне. Для этого откручиваем эту крышку. Под ней есть такой ниппель. Он как обычный автомобильный или велосипедный, стандартный. Проверяем давление в баллоне. Давление должно быть около одной атмосферы. Если оно меньше или больше, то необходимо его скорректировать и подкачать обычным насосом. Затем наматываем на резьбу расширительного бачка фум-ленту или паклю по часовой стрелке по ходу резьбы. Я делаю 9 оборотов фумы, потому что она у меня толстая. И прикручиваем расширительный бачок на свое место на кронштейне. Поднимаем давление в системе отопления котла до 1,5-1,4 атмосферы. Это давление должно равняться тому, которое находится в расширительном бачке. После этого необходимо проверить все узлы на протечку. Если все нормально, то можно смело запускать систему отопления в действии. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как установить расширительный бачок на системе отопления дома. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.